Субтитры предоставил DimaTorzok Это по образованию города Барнаула Здравствуйте Здравствуйте Насколько обед подорожал? Вот если брать в пример один день Один день 5 рублей Сколько теперь комплекс стоит? Комплекс бывает разный Комплекс бывает завтрак Это 60 рублей А бывает обед Это 72 рубля Как правило, ребятишки только обедают Нет, почему же? Начальная школа или среднее звено Они у нас чаще всего завтракают Обедают уже старшие классы А если перевести это по месячную оплату То это примерно 100 рублей в месяц Примерно 100 рублей в месяц Вот это подорожание месячного обеда С чем связан? Ну понятно, причин много, основные? Если сослаться на то письмо Перед которым, вернее, нас поставил в известность Комбинат школьного питания Который сегодня у нас питает большинство школ То здесь действительно много причин Прежде всего, это, конечно же Повышение цен на продукты питания На сырье То есть, с чего делают продукты питания Потому что мы в школьных столовых Очень мало покупаем готовой продукции В основном готовим в школах Это, исключая, конечно, молоко Кисломолочные продукты, сметану и так далее Это продукт повышения цен на горюче-смазочные материалы Потому что у нас много подвозится продуктов Сырья, прежде всего Ну и так далее То есть, прежде всего, это социально-экономические условия А мы не повышали стоимость обеда в течение двух лет У нас последнее повышение было в сентябре 2016 года А кто вот такое решение принял? Исключительно комбинат школьного питания? Решение принимает комбинат школьного питания Исходя из цен, сложившихся на рынке И различных, ну это уже их, скажем так, экономическая составляющая Они просчитывают это число И доводят до нас стоимость питания Родители заранее предупредили? Или вот только, как только подорожало Так вот и перед фактом поставили? Родители предупредили заранее Поскольку и нас заранее предупредили И в конце декабря на родительских собраниях В середине декабря, в конце декабря Родители были предупреждены о том Что с января будет повышаться родительская оплата Если есть какие-то исключения из данной ситуации То нужно обратиться либо к директору школы Либо мы ждем в комитете по образованию Какая была общая реакция? В комитет по образованию поступило два звонка Ну директора с вами как-то делились? Как родители восприняли новость? Директора, конечно, делились Новость была воспринята по-разному Но когда, видите, мы же одни не ходим Не только директор идет к родителям К родителям идет представитель комбината школьного питания И все по полочкам И он обоснованно доносит то, почему именно было обосновано повышение цен Существует в школах много детей из малообеспеченных и многодетных семей Вот какие-то льготы для них предусмотрены? Льготы не отменялись У нас в городе Барнауле существует два вида льгот Это краевая льгота и муниципальная льгота Общая сумма льготного питания Компенсации питания составляет 24 рубля 85 копеек Если интересует, что можно купить на эти деньги Как можно покушать на эти деньги Это чай, булочка И первое, например, это суп, борщ, суп, лапша и так далее Вот такой вот обед будет стоить порядка 25-26 рублей Вы подсчет проводили? Сколько у нас таких детей, которые пользуются питанием по льготе? Свыше 5 тысяч Из общего числа школьников? Из общего числа школьников 78 тысяч 73, извиняюсь, 73 тысяч Ну вот такой достаточно любопытный вопрос Некоторые родители, даже не самые бедные Но не хотят, чтобы их дети кушали в школе Потому что кормят там невкусно Вот по-вашему, вкусно или невкусно кормят в школе? Ну, на вкус на цвет товарища нет Поэтому говорить о том, насколько вкусно или насколько невкусно Давайте будем говорить, насколько правильно Мы давно уже говорим о том, что мы в школах ушли от жареной пищи У нас сегодня все готовится на пару С использованием сырья в основном местного, то есть Алтайского края Готовится все не на маргаринах, либо подсолнечное масло, либо сливочное масло Мы абсолютно ушли в школах сегодня от майонезной продукции У нас готовятся на основе сметаны и подсолнечного масла Специальные добавки и так называемый соусы к салатам То есть вот это исключено Конечно, наверное, не все дети могут это есть Поскольку там дома принимают и жареную пищу, и печет Мы не жарим пирожки, мы не жарим беляши Пирожки мы делаем Если вы зайдете в школу, то увидите не менее пяти видов выпечки всевозможной Это и из слоеного теста, и из дрожжевого, и из песочного теста То есть на выбор можно выбрать в данной ситуации Это и витаминные различные компоты Это и отвары шиповника, и из сухофруктов Из облепихи морс То есть вот кисель облепиховый То есть вот это все используется сегодня в школьных столовых Да, наверное, вот даже можно посоветовать родителям, наверное, в данном плане Если ребенок пришел и сказал невкусно То никто не запрещает обратиться к директору Прийти в столовую, поинтересоваться, какое меню сегодня было И посмотреть, каким образом и как накрывается, готовится и так далее То есть сегодня родитель является заказчиком данной услуги То есть комбинат школьного питания предоставляет родителю, ему, ребенку, данную услугу Поэтому потребовать качество родитель в состоянии Если что-то не устроило, обратитесь в комитет по образованию Обратитесь к директору Пригласят технолога Посмотрят, насколько действительно качественно или некачественно было приготовлено то или иное блюдо Я не голословно это говорю Просто мы встречаемся с такими фактами На обращении родителей Мы отрабатываем с директором школы, с родителем и комбинатом школьного питания И ситуация меняется Но в то же время хочу и родителей немножечко повернуть лицом к горячему питанию в школе Почему? Потому что правильное питание, оно не всегда бывает вкусным Но оно, как правило, полезное И ребенку, который 6 часов находится в школе Необходимо просто вот поесть именно в течение учебного процесса Ну а дегустацию родители может провести? Обязательно Вот предположим, ребенок наотрез все равно отказывается кушать Как бы там полезно ни было Может ли мама дать ему с собой бутерброд? Не знаю, котлету домашнюю что ли Вот все пошли обедать и он с ними Но в контейнере домашняя еда Но вообще такое не возбраняется Ни законом, ни санитарными правилами и нормами Но здесь родители должны понимать то, что ребенок, который принесет еду в школе Где она будет у него храниться Горячая еда, которую он возьмет утром в течение некоторого времени Может быть, ну просто приведена в негодность Она может быть испорчена А ребенок этого не почувствует А съев ее, будет иметь не очень хорошие последствия Кто в этом случае действительно ответственность-то понесет? Здесь родители должны четко понимать, что ответственность будут нести они Поскольку ребенок получил это питание, да, в школе, но принеся из дома Ну и массово этого не должно происходить Я однозначно Только если диета у ребенка или вот совсем Да, во-первых, это не очень удобно Ребенок обязательно носит какой-то контейнер с собой Ну, связано с рядом неудобств Ну вот у меня написано, что по некоторой информации В новом проекте СанПинов Вот есть такой пункт, что нельзя будет Или это пока только проект? Ну, это, наверное, проект, я думаю, что этот проект будет еще обсуждаться А вот когда будет закон принят, тогда мы уже будем говорить конкретно Да-да, нет-нет Вот если бы вам было 12, так 14 лет, предположим Вы бы какое питание выбрали? Ну, в 12-14 и выше, скажем так, до 17 мы точно питались в школе Не могу сказать, что то питание С аппетитом? Честно сказать, нет Ну, точно понимали, что необходимо просто поесть И что-то было вкусно, что-то было невкусно Да, что-то нам нравилось, что-то не нравилось Но то, что мы ели всегда, даже в старших классах организованно Для нас это было удобно Мы не стоим в очереди в буфетную, не покупаем буфетную продукцию Мы пришли, у нас накрыто Мы покушали и ушли А вот то, что сейчас, да, с годами понимая Я сейчас достаточно часто питаюсь в школьной столовой Почему? Потому что И я, когда у мамы в школе бываю Так вкусно, мне кажется Да-да-да Я тоже, когда бываю, еду где-то мимо, да, допустим, откуда-то Или бываю в школе и задержусь до обеда То обязательно питаюсь в школьной столовой Вы знаете, разнообразие достаточно серьезное Там есть и мясо, там есть и фарш Приготовленный из фарша, и рыбка И гарниры различные Поэтому и супы Вот я люблю супы, особенно люблю школьные супы Поэтому ем с удовольствием Спасибо, что пришли к нам в студию Спасибо вам Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Полосина, председатель комитета по образованию города Барнаула Продолжение следует...